SCP-1921 С климат-контролем в крыле 4Б того же учреждения не допускается нахождение SCP-1921-B2 в непосредственной близости от SCP-1921 без письменного разрешения нынешнего главы исследований. Описание. SCP-1921 представляет собой подвижный киоск для производства и продажи сладкой ваты. Снаружи киоск украшен деревянными панелями, покрытые замысловато резьбой и раскрашенные. Среди всего прочего имеется дугообразный знак с надписью «Сахарная вата» для посетителей бесплатно. Снаружи на киоске видны следы дыма и огня. SCP-1921 включает 5 основных компонентов, которые проявляют аномальные свойства при использовании в сочетании друг с другом. SCP-1921-A1 представляет собой не аномальное устройство для приготовления сладкой ваты, расположенное в передней части киоска. Оно выглядит так же, как и прочие такие машины, за исключением небольшого насоса, соединенного с резервуаром в нижней части киоска. Внизу машины расположен ярлык, указывающий в качестве фирмы-производителя несуществующую компанию «Сахарная сота». SCP-1921-A2 – обозначение любой сладкой ваты, которая производится из SCP-1921-A1. Когда в резервуаре машины присутствует SCP-1921-A3, SCP-1921-A2 всегда имеет черный цвет, даже при добавлении в сахар пищевых красителей. Когда SCP-1921-A2 вступает в контакт с человеческой слюной, она сжимается и съеживается в размерах, пока не станет неощутимо для поедающего его человека. Будучи проглоченным, SCP-1921-A2 увеличивается в три раза от первоначального объема, заполняя большую часть пищеварительного тракта субъекта, после чего интегрируется в центральную нервную систему субъекта, в первую очередь накапливаясь в головном мозге и около него. Этот процесс, как правило, остается незамеченным субъектом, хотя некоторые подопытные заявили о легком щекочущем чувстве. SCP-1921-A3 представляет собой черную вязкую жидкость неустановленного состава. Первоначально он был обнаружен под SCP-1921-A1 в небольшой емкости с надписью «Клоунское молоко». При потреблении SCP-1921-A3 в чистом виде уровень серотонина – гормон радости, потребившего немедленно увеличивается, неизменно приводя к остановке сердца и смерти. SCP-1921-B1 представляет собой пневматическую самоиграющую 32-клавишную калиопу, расположенную в задней части SCP-1921. Устройство проигрывает музыку не особенно громко, однако свидетели сообщали, что были в состоянии услышать музыку SCP-1921-B1 на расстоянии 1,2 км от киоска. Объект проявляет аномальные эффекты, только если находится во включенном состоянии, в то время как в него установлен экземпляр SCP-1921-B2. SCP-1921-B2 представляет собой набор из 11 рулонов перфорированной бумаги. Когда рулон вставляется в SCP-1921-B1, расположение отверстий в бумаге позволяет устройству проигрывать определенную мелодию. На разных экземплярах SCP-1921-B2 записаны разные мелодии, названия которых напечатаны в верхней части рулона. На многих рулонах под названием песни имеются рукописные примечания. Когда рулон SCP-1921-B2 воспроизводится с помощью SCP-1921-B1, когнитивные способности всех субъектов, употребивших SCP-A2, находившихся на расстоянии до 1,2 км от киоска, подвергаются аномальному изменению. Точная природа эффекта зависит от используемого рулона. Смотрите приложение. SCP-1921 был обнаружен на заброшенной ярмарке в Пенсильвании, вместе с рядом неаномальных артефактов. Существенно пострадавших от пожара. В числе других обнаруженных предметов было несколько рисованных знаков, рекламирующих цирк всего тревожного Германа Фуллера. Экспертная команда фонда предположила, что большая группа людей покинула это место в спешке, попытавшись перед бегством сжечь все свое имущество. Команда также определила, что пожар начался менее чем за 4 часа до прибытия сотрудников фонда. В частично разрушенном шапито обнаружено 6 обгоревших трупов. Расследование продолжается. Приложение B2. Ниже приведен список известных экземпляров B2 с указанием названия проигрываемой мелодии, оказываемого ей эффекта на субъектов, потребивших A2 и имеющихся на экземпляре рукописных примечаний. Номер 1. Вальс фигуристов. Субъекты становятся неспособны воспринимать аномальные явления, как нечто из ряда вон выходящее. Примечание. Основное. Второе. Когда ты улыбаешься. Субъекты испытывают повышение уровня серотонина и допамина. В интервью пострадавшие субъекты проявили неспособность сосредоточиться на неприятных для них темах. Примечания отсутствуют. Вместо текста имеется схематически нарисованное улыбающееся лицо. Мелодия. Офицер года. Субъекты становятся неспособны воспринимать действия других, как незаконные. Примечание. Для ментов. Мелодия. Дудль-деду. Способность субъектов чувствовать опасность подавляется. Примечание. Если кто-то сообразит. Мелодия. Счастливая прогулка. Субъекты впадают на время песни в состоянии крайней эйфории, что часто выводит их из строя. Примечание. Не для личного пользования. Мелодия. Эй-эй. Вся банда в сборе. Все пострадавшие субъекты, находящиеся в зоне эффекта, собираются в одном месте. Опыты показали, что предпочтителен наиболее яркий участок. Субъекты категорично утверждают, что собрались по собственной воле, но часто не могут объяснить причину такого поведения. Примечание. Перед шоу. Мелодия. Американский патруль. Субъекты начинают искать людей, которые не употребили А2, и пытаются убедить их сделать это. Если человек неоднократно отказывается, субъекты могут прибегнуть к насилию и заставить его есть. Примечание. На крайний случай. Мелодия. Для всех и навсегда. Субъекты испытывают ускоренный серотониновый синдром, что приводит к судорогам, галлюцинациям, сильной тошноте, диареи, рвоте, повышению температуры до 42 градусов. Субъекты проявляют все более беззаботное поведение, хотя их состояние ухудшается, вплоть до смерти от остановки сердца. Наступающий через 3 минуты после появления симптомов. Примечание. Крайняя мера. Товарища по легиону. Неизвестно. Рулон был обнаружен разорванным на части. Название. Как ты потерял собаку. Не обнаружен. Примечание. Готовит клоунов к доению. Название. Пирог вверх тормашками. Неизвестно. Рулон был обнаружен разорванным на части. Несколько фрагментов не найдено. Примечание. Сыграть в нужное время. Спасибо за сотрудничество. Приложение. 28.08.2012. Совету 5 удовлетворил запрос доктора Лэндсквита на восстановление 9 рулона «Товарищи по легиону» до функционального состояния. Проведенные после первоначального восстановления опыта с участием персонала класса D не выявили каких-либо аномальных свойств, за исключением эксперимента SCP-1921-B209-14. Ниже приведена стенограмма исследовательской видеозаписи эксперимента. Начало протокола. Доктор Лэндсквит начинает инструктировать D5271 для проведения опыта. D потребляет А2. Доктор активирует B1, который начинает играть SCP-1921-B209. Заметных изменений в поведении D не наблюдается. 7 минут 0.3 секунды. Все клавиши на B1 вдруг одновременно нажимаются. После этого B1 вместо «Товарищей по легиону» начинает играть замедленную версию выход гладиаторов. Доктор Лэндсквит удивленно вскрикивает, так как при прошлых опытах с 0.9 проигрывались только товарищи полностью. Следует отметить, что механизм ответственный за вращение музыкального рулона B1. В течение всего времени звучание новой мелодии не двигался. D жалуется, что от музыки у него разболелась голова. Слышно, как D произносит. «Боже мой, я обожаю клоунов». У D начинаются судороги. Он падает на пол. Выход гладиаторов заканчивается. Судороги D прекращаются. Субъект теряет сознание по завершению песни. Рулон B1 снова начинает вращаться. И товарищи по легиону возобновляются с того места, на котором прервалось. Товарищи по легиону завершаются. Дальнейших аномалий не отмечено. Конец видеопротокола. Примечание. D оставался без сознания в течение 18 часов после эксперимента. Придя в себя, D не мог вспомнить, кто он. И жаловался на сильный дискомфорт в груди и животе. Проведенные в течение месяца дополнительные испытания и наблюдения не выявили у D никаких необычных свойств или поведенческих моделей, кроме вышеупомянутых. Вскрытие D после его устранения показало, что A2 интегрировался в большую часть кишечного тракта и мышечной ткани, а также обнаружило небольшой воздушный шарик, наполненный блестками внутри грудной полости. Среди блесток находился листок бумаги, сложенный пополам 4 раза. Повторить результаты эксперимента в дальнейшем не удалось. Ниже приведен текст документа, обнаруженного в теле D. Спереди. Итак, что-то определенно пошло не так. В чем же дело? Мы могли бы использовать это. Эта вундервафля опять сломалась. Наобороте. Мы тут проголодались, Чарли. В нескольких милях к востоку от останков ярмарки, суслик высунул голову из своей норки и прищурился от кипящей полуденной жары. Он любопытно осмотрелся, изучая земли вокруг на предмет угрозы. Через несколько минут он нырнул обратно и начал болтать со своим приятелем-грызуном. Оки-доки, Пиус. Я думаю, берег наконец-то чист. Засиратели вечеринок наконец ушли. Сказала маленькое животное на идеальном английском языке, с колкой резкой отрывистой интонацией, которая создавала ощущение постоянного раздражения. Слава богам! Мне кажется, я бы не смог терпеть запах гниющего суслика еще хоть немного дольше. И чего это они сюда не пошли? Я думаю, лужа крови и внутренностей заслуживает некоторого внимания, даже если это просто дохлый суслик. Сказала второе животное спокойным тоном, хотя чувствовалось, что оно напряглось от пребывания в этом грязном убежище. Морти прибрался ночью. Для такой мелкой садистической твари он удивительно хорош в том, чтобы заметать следы. А, ладно, это все объясняет. Так а куда Мортимер побежал, Евгений? Ух ты, ух ты! Два суслика подняли голову наверх, чтобы увидеть неонного зеленого кролика, разглядывающего их самих в их убежище. Его пасть скривилась кверху в злобной усмешке, которая открыла вид на рот, полный сдвоенных языков. Кролик зашипел в недобром смехе. Ух ты, ух ты! Мортимер, черт возьми, давай сюда. Ты же знаешь, насколько все хотят весельчаков. Ощетинился суслик Евгений, не проявляя при этом признаков паники при виде странного кролика. Одно лишь негодование. Мне показалось, ты сказал, что мы уже вылазим. Вежливо заметил Пиус. Я, я просто, ладно, вылазь отсюда. Протрещал Евгений. С радостью. Ответил Пиус. И два суслика выбрались из дыры на жаркие, покрытые травой равнины, где раньше стоял цирк. На долю секунды суслики замерцали и надулись, в лучах солнца. Моментом позже, прямо на месте, где были грызуны, стояли два стереотипно выглядящих клоуна. Хорошо снова быть клоуном. Да, Евгений? Спросил Пиус у более высокого компаньона, пока тот разминал плечи, отчего с его костюма сыпалась пыль. Отнюдь. Я несколько раздражен. Резко сказал Евгений. Я бы предпочел быть обычным сейчас, но сомневаюсь, что смогу совершить более глубокую трансформацию. Мне нужно больше клоунского молока, чем у нас сейчас есть. Как далеко идти до наших земель? С Мортимером? Не так далеко. Давай, двигай сюда и погнали. Кролик выдал последние ухты, прежде чем подпрыгнуть на целых 8 футов в воздух. За этим последовал пыльный смерч и громкий треск. Секунды позже кролик пропал. Его заменила щебечущая аморфная масса черной жидкости, стоящая на дюжине или около того человеческих рук. Эта штука задрожала, после чего на ней выросла пара стульев прямо на спине. Оно опустило свое тело, и клоуны забрались на монстра. Мортимер. Молоков тебе есть? Спросил Евгений у этой штуки цвета смолы. Существо недовольно заребило в ответ. Внутри его массы был слышен пустой плещущийся звук. Блин, недостаточно, чтобы сделать звонок. Будем надеяться, что что-то осталось в наших землях, чтобы порадовать Морти. Он уже тут всех сусликов повзрывал. Попробуй сказать это спокойно, Евгений. Торжественно сказал Пиус. Ты потратишь все запасы молока, если твой пукан и дальше будет так гореть. Заткнись, Пиус. Рявкнул Евгений. Болтун. 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 Защелкал и загремел транспорт клоунов. Заткнись, Морти. Вот так вот. Два истощенных клоуна и их жуткий транспорт понеслись по землям цирка. Пока необычное трио приближалось к выжженным землям старого цирка, клоун Евгений ворчал. Нам придется повозиться, чтобы тут что-то найти. Стонал он. Все тут было пожрано огнем. Местность там и правда состояла из участков выжженной травы, обугленных деревянных конструкций, от которых шел дым и угасающие золы. Мортимир остановился, оказавшись в центральной части большого тента. Клоуны спешились, и жуткое существо взлетело, чтобы поискать что-то интересное. Удивительно, но центральный столб большого тента все еще стоял, однако кроме него мало что осталось. Деревянный столб поднимался на 7 метров в высоту, и был хорошо укреплен в земле. В центре заброшенной ярмарки хаотичные обрывки алой и золотой ткани дрожали и трепались на конструкции. Из проволоки и веревок куча обугленных деревянных сидений окружали некогда гордое место основных событий. Прямо за грязным красным кругом, покрытым пеплом, утопали в пыли меньшие кучи, состоящие из обугленного металла. Это были киоски с закусками. В некотором отдалении слабо дымились будки, которые некогда были домом для игр и веселья. Насколько можно было отсюда видеть, не было ни души. Евгений вздохнул. Все, кроме нас, свалили. Конечно же, Морти пришлось пойти поиграть в удар крота, когда прозвучал звонок. Евгению нравилось быть частью цирка всего тревожного, хотя он был, скажем так, несчастлив в данный момент. Прошло 70 лет с тех пор, как он, и еще много таких, как он, впервые встретили Германа Фуллера. Они путешествовали по мирам с бесконечными представлениями, которые поражали и вызывали трепет у любой аудитории. Каждое шоу было новым, захватывающим опытом. Клоуны устраивали все больше веселья, и все продолжалось снова и снова. И это то, что Фуллер всем обещал. Развлечения для всех, на всю жизнь. Для всех клоунов. Развлечения были крайне редкостью у них дома. Жизнь была совершенно серой, так что клоуны были рады присоединиться к цирку, когда понимали, что Фуллер может развеять их скуку. Что сама по себе кое-что говорила о способностях Фуллера. Первые клоуны, что отозвались, были, так скажем, монструозными. Они были слишком нестабильными, чтобы участвовать в регулярных представлениях. В результате, нанятым Фуллером тварям, приходилось сдерживать свою склонность к росту и первобытному насилию на приемлемых уровнях. По крайней мере так, чтобы это не было причиной проблем. Евгений снова ругался. «Ставлю на то, что высшие клоуны сейчас сидят на жопах и клоунствуют. Ведь им насрать на двух меньших. Для них мы просто собаки.» Зан илон. «Ох, хреново человечество!» «Слово человечества на нас не распространяется», — поправил Пиус, встав на колени, чтобы осмотреть разбитую машину для сладкой ваты. «И да, мы служим высшим клоуном, но это совсем не рабство». Затем, недовольно нахмурившись, добавил он. «Нехорошо. Все молоко испортилось от жары и расплескалось. Тут должно быть что-то, что поможет нам привести в порядок Морти», — плюнул Евгений. «И лучше бы я не был задействован. Я не хочу быть снова гребаной дойной коровой весельчака». Клоун содрогнулся от яркого воспоминания о насильном превращении в вишневое шатающееся вымя, что занимало Мортимера и держало его вдали от публики. «Ты предпочитаешь быть брошенным цирком и остаться засыхать от дефицита молока?» «У Мортимера создание галлона молока только для одного из нас займет не меньше недели, если мы не спустим его немного с цепи, конечно. «Даешь мало, получаешь мало», — заинтересованным тоном заметил Пиус, говоря это Евгению, хотя заинтересовало его то, что он нашел под гниющим бревном. «Нет, я просто хочу перестать быть кем-то, кому приходится делать всю грязную работу», — резко ответил Евгений. «Как мы вообще застряли с этим весельчаком?» «Думается мне, что после того, как перенесли Марлина, я запросил кого-то, кому просто нужна компания при доении, кто-то, кто не является этим садистическим олухом». «Мортимер был выдан нам, с одним особым условием, как я помню», — сказал Пиус, пока шел к еще одному расплавленному торговому киоску. «Не считая психотических потребностей в доении, я думал, жестоких весельчаков просто домой отправляют». «Ты не помнишь, Евгений?» «Если честно, ты бы лучше внимания как-то ко всему проявлял, вместо того, чтобы тупить, особенно когда кто-то говорит что-то. По факту, твое это отношение и способствовало тому, что начальство дало нам стадистического олуха. Так или иначе, позволь мне раскидать делишки для тебя». «Мортимер вернулся к Евгению и Пиусу с коробкой с двумя дюжинами скрученных шаров, укоризненно гудя и шипя, потому что его мешок для жидкости был пуст. Оно шлепнулось и превратило одного из своих лап в шланг. Оставшиеся лапы, которые оказались удивительно ловкими, начали надувать и завязывать шары, пока не получилось 16 фигурок животных, начиная с обезьян и заканчивая кошками и собачками. Затем оно зарядило горсть камешков в один из девяти оставшихся шариков и надуло его почти до разрыва, после чего придало форму дробовика. Затем оно лопнуло шар, запустив маленькие камешки в сторону пары резиновых черепашек. Обе оказались поверженные и лопнули. Мортимер захлопал в ладоши и повторил эту шалость семь раз, пока шариковый зоопарк не был полностью перебит. Мешок молока уже был не совсем пуст. Там была, может, дюжина миллилитров, чего Пиус и Евгений даже не заметили. «Мортимер был отправлен с Тришей, чтобы искать потенциальные пополнения для шоу», отвечал Пиус. «О да, Триша, я помню её», вставил замечание Евгений. «Что с ней случилось?» «Она надулась после того, как Мортимер отбился от рук во время своих поисков», сказал Пиус с ноткой грусти в голосе. «Это было на сходке какого-то художника. Мортимер спятил, когда увидел одно из произведений». «Да, и что же это такое?» спросил Евгений. «Абсолютно жёсткая штука. Куча игол и острые штуки. И взрывы. И куча всего. Это типа была аллюзия на какой-то элемент человеческой природы. Наверное, на невежество. Прямолинейная, полная, абсолютная тупость». Евгений гавка ещё усмехнулся. «А что-то типа того», ответил Пиус, слегка улыбаясь, разглядывая себя. «Мы конфисковали этого Мортимера после того, как он умудрился стащить штуку прямо у нас из-под носа. Я даже не знаю, как кто-то, находившийся в своём уме, мог такое показывать людям для начала». Хотя художники, за которыми была отправлена приглядывать Триша, были... ну, странными. Я помню в отчёте, как они все кричали «Остынь». «Это человеческий сленг». «Да я знаю, прикинь». «Продолжай». Евгений умолял Пиуса перейти к сути. В то же время Мортимер теперь по своей форме напоминал монструозного полумеханического богомола, хватавшего канистры с гелием и отрезавшего их крышки своими передними конечностями, напоминавшими лезвие. Одна из них полетела прямо в голову Пиуса, который удачно уклонился от снаряда. Канистра разбила центральный столб на две части и пронеслась боком ещё добрые сотни футов. Евгению не так повезло. Он поймал одну в спину и полетел своим клоунским лицом прямо в грязь, откуда впоследствии торчал как гвоздь. «Ух ты, ух ты! Я чемпион! Я чемпион!» Мортимер снова засмеялся. Евгений вытолкал себя из образовавшегося кратера и потёр свой нос. Его глаза увлажнились. «Жёванный крот! Я тут походу буду ещё и боксёрской грушей в итоге. И какого хрена он продолжает так делать?» «А я грибу», — ответил Пиус распевным голосом. «Мне продолжать?» «Галяй!» — зарычал Евгений, поглядывая на злорадствующего весельчака. Он начал видеть всё красным, а в его ушах зазвенело. Он не мог понять, было ли это от потёкшего грима или это был его гнев. Затем, обернувшись, он увидел Пиуса, поднявшего бровь, в насмешливом неодобрении. «Я спокоен, Пиус!» «Хм, сомневаюсь, Евгений. Давай-ка ты, правда, станешь снова спокойным, как слон. Мы тут не хотим, чтобы твой чайничек закипел». Пиус посмотрел с ухмылкой на то, как его коллега пытался умерить свой пыл. Евгений почувствовал что-то в своей макушке. «Дерьмо!» Он снова потерял контроль над своими изменениями формы. Старинный паровозный свисток вылез из его черепа, и теперь из него обильно валил чёрный дым под звук пронзительного свиста. «Да пошёл ты, Пиус!» Евгений огрызнулся мребячеству Пиуса, зыркая глазами и кинжалами на Мортимера. Тем не менее, его свисток залез обратно в голову. «Так лучше?» — спросил Евгений. «Хорошо», — улыбнулся Пиус. «Сегодня ты немного научился терпению, Генка. Это очень полезно для продвижения по службе». «Ты меня так не называй!» — прорычал Евгений. «Ух ты, ух ты!» Сорок минут спустя. «Итак, после того, как ты выдал главе арби колкость, он выдал тебе Мортимера, потому что это было так любезно с твоей стороны». Конец. Пиус окончил свой монолог, ухмыляясь сам себе. Он сомневался, что оба из его аудитории его вообще слушают, но он старательно получал удовольствие от представления, что он наблюдал. «Ну, похоже, они вернули цирк обратно в город в виде огрызка». Фуллер будет рад. Мортимер и Евгений были заняты жёсткой, но очень односторонней дракой, которая началась после того, как Евгений назвал Мортимера «морт». Примерно на 13-й минуте рассказа Пиуса. Последовавшее сражение уничтожило всё, что осталось от цирка, но, как ни странно, это его немного оживило. Лошадки и карусели были выброшены из привычного маршрута, и низ того скакали и ржали, пытаясь в ужасе убежать. Содержимое коробок звериных крекеров Германа Фуллера лежало словно миниатюрный зоопарк, и визжало и плакало, когда эксородича зверька давили ногами. Остатки масок и костюмов были раскиданы из шкафов, и теперь вальсировали, и показывали акробатические номера, даже без артистов. В то же время кривые зеркала, стоявшие на ножках, растягивали и сжимали всё, что в них попадало. Это касалось и отражений, и самих объектов. Несколько перекатей поля пронеслись мимо, преследуемые зловещим грохотом гравия и металла. Пилз вздохнул. Ааа, колесо обозрения. Оно самое прокатилось мимо него, и остановилось в расплавленной палатке с хот-догами, прежде чем обрушиться на неё. Пилз заухмылялся. С собой, пожалуйста. Затем он повернулся обратно, чтобы вернуться к схватке, которая сейчас двигалась к главному тенту. Мортимер, который сейчас спокойно восполнял запасы молока по ходу драки, безжалостно размахивал ножом для мяса у головы Евгения, будучи в форме гигантской свиньи в шапке повара. Евгений, у которого было совсем мало молока, уже выдыхался. Мне плевать уже на твою историю, визжал Евгений, уворачиваясь от очередного взмаха тесаком. Помоги мне уже. Ты меня слышал? Радостно вскликнул Пилз. Продолжая в том же духе, такими темпами мы сможем сделать звонок уже через полчаса. Лосось не тунца. Евгений был перебит Мортимером, который был теперь медведем, что проехал по нему. Клоунская одежда Евгения жестко завибрировала, когда он оказался в грязи, придавленный следом от шин. Он выглядел словно восковая фигура, пытающаяся уцелеть в пожаре. Эх ты! Он борется за то, чтобы сохранить форму клоуна, подумал Пилз. Такими темпами он обратится в следующие несколько минут. Должен ли я вмешаться? Ах, ну да, главари и Мэнни смогут его восстановить, когда мы вернемся. Весельчак проехался по Евгению, который все еще лежал без движения. Мортимер принял свою обычную форму и начал толкать клоуна своими лапами. Он перекатился через него. Евгений бросил испепеляющий взгляд, находящий в имя. Этого было Мортимеру достаточно, чтобы понять, что в его игрушке все еще есть жизнь. Весельчак превратился в смертоносную акулу-молот. Он замахнулся своим молотом лицом на несчастного меньшего клоуна, который сейчас был просто слишком сильно расстроен и не имел достаточно молока, чтобы сопротивляться. Когда молот опустился, клоун был смят и разложился до черной лужи, брызгая и булькая. В то же время окружающее оживление продолжалось, так как будто ничего не случилось. Пиус посмотрел на все это и поднял брови, в неподдельном удивлении. Возможно, меньше, чем несколько минут. Эх, бедный я! Вздохнул он, посмотрев вниз на лужу и встряхивая головой. Это было несколько грубо, Мортимер. Весельчак оторвал голову от клоуна и снова преобразовался в форму мешка со множеством рук. Наконец-то он перестал смеяться. Его полость была полностью заполнена черной жидкостью. Пиус ухмыльнулся такому запасу молока. По крайней мере, у тебя были причины. Отлично справился. А ты кусок, бульбх-бух. Злое высокочастотное бульканье доносилось из лужи Евгения. Привет, Генка. Ты наконец-то пришел в себя. Гляди, у Мортимера достаточно молока, чтобы вытащить нас отсюда. Ну, мне так кажется. Дюжина пар коротких ножек и щупалец выросла из тела Евгения. Он обратился в свою низшую, нормальную форму и теперь со всей своей яростью обрушил на своего обидчика шипение и бульканье. Помолчи, Евгений. Спасибо тебе. Правда. За то, что вывез за нас за всех, сказал пиво-служа. Мы тебя скоро исправим. Все еще целый клоун опустился на колени и зачерпнул Евгения руками. Мортимер, время идти домой. Ух ты! Теперь уже заполненный весельчак сделал последнюю в этой заброшенной ярмарке трансформацию. Огромный алый телефон с диском, с большим прозрачным чаном, клоунского молока вместо провода питания. Колесо набора повернулось, и трубка взлетела в воздух. Затем обрушившись на Пиуса и Евгения, изнутри можно было услышать шипящий звук, а также звук всасывания вместе со звуком щелкания ремней безопасности. Две сферические выпуклости двинулись по проводу трубки и прижались к телефонному аппарату. Пиуса и Евгения сразу втянуло в корпус, прямо за колесом набора номера. Чан булькнул, когда из него начала выкачиваться черная жижа. Из каждой из десяти цифр на диске набора вырывались салюты. Из них появилось сияющее лицо клоуна, освещая руины цирка новыми огнями. В последний раз брошенный реквизит затанцевал в безумной джиге. Спасибо за ваше внимание. Мы надеемся, что шоу вам понравилось. Закричал салют, взорвавшись радугой конфетти. Искры накрыли землю, как купол. Телефон завис в воздухе над землей, заскрипев, когда клоунское молоко закипело, и начал последовательность звонков, который перенесет клоунов и их весельчака обратно в цирк. Раздался громкий треск. Затем весь оживший реквизит цирка рухнул. А потом Евгений, Пиус и Мортимер пропали, оставив после себя только тишину. Вы дозвонились на главную линию сервиса транспортации Германа Фуллера? Пожалуйста, подождите, пока оператор обнаружит вас. Спасибо за ваш звонок и хорошенько отдохните в ходе остатка дня. Играет выход гладиаторов. Бульхнная музыка. Евгений, ты вернулся. Ух ты!